Приветствую вас. Во-первых, очень жаль, что вы не написали своего отношения ко всей этой, безусловно, самой приятной истории. То есть, непонятно, как вы относитесь к этому, непонятно, хотите ли вы, чтобы ситуация, ну, например, допустим, поменялась, поменялась, да, то есть, беспокоит ли вас, что у него появилась любовница, или, соответственно, не беспокоит вас, это, ну, вот, то есть, тут как бы нужно всё-таки больше какой-то определённости, вот, потому что, если вас задевают, что у вашего бывшего мужчины, я так полагаю, появилась любовница, если вас задевают, да, то работать, соответственно, нужно всё-таки именно с вами, а не с этой ситуацией как таковой. В целом, вот, если вас в этих ситуациях не задевают, и вы просто не знаете, что делать, то, опять же, в таком случае, не совсем понятно, а для чего тогда увольняться? Ну, для чего увольняться? Ну, у него, у него любовница, а, вот, а, вас, как бы, значит, свои отношения, да, наверное, есть, если нет, то, соответственно, нужно эти отношения срочно выстраивать, вот. Что касается помощи ребёнку, то он обязан помогать ребёнку, вы имеете полное право подать на алименты, и, соответственно, помощь, помощь будет всего выискана, вот. Если вам нужно работать, да, то просто работайте, и всё. То есть, дела личные, да, дела, как бы это сказать, амурные, да, они не должны, ни в коем случае, влиять на отношения личные. И наоборот, как бы, вот. Поэтому здесь ваша позиция, она не вся, хотя является самой главной, самой важной. Вот. Поэтому, я думаю, что отвечать вам на ваш вопрос можно только в этом контексте, в контексте того, что делать, чтобы что. То есть, какова цель. Вот. Пока что, на данный момент вы ведёте себя, ну, скорее, как, знаете, как жертва, скорее, вы себя ведёте, потому что... Такое впечатление, да, что вы оказались в западне, вот. При том, что вы говорите, что это отец вашего ребёнка, что это не ваш мужчина, не муж. А, вот, это именно отец ребёнка. То есть, вы, как бы, отношениями не связаны, ну, вот. Получается. Ну, вот так вы говорите. Да вы с вами называете эту женщину любовницей, и говорите, что она знает это о ребёнке. Вот. Так тут, вот, не совсем понятное название. Вот. Заметьте также, что вы подразумеваете, да, что уволиться должны они. Вот. Уволиться должны они. Не вы, а они. Они должны уволиться. То есть, вы почему-то считаете, что уволятся должны обязательно они, кто-то из них. Вот. Это, аааа... Меня интересует, ааа, почему вы так считаете. То есть, конечно, вы можете сказать, что вот, у меня ребёнок, как бы, и поэтому они должны, они должны, ааа... потому что ребёнок не даёт вам больше привилегий, чем другим людям, вот. Если вы боитесь остаться без средств к существованию, то нужно скорее отстаивать свои права, именно законные права, которые у вас есть, именно законные права в плане, ну, в плане непосредственно того, что должен вам мужчина. Вот. Вот эта позиция, она является такой, такой, наиболее адекватной. Вот. А когда вы говорите, что они должны уволиться, это, к сожалению, помещает вас в позицию жертвы, вот, и вы в этой позиции просто теряете, как бы, теряете по признаке здорового партнёра. Вот, просто-напросто. Я не уверен, что вы этого хотите, вот, поэтому, соответственно, я рекомендую вам действовать вот так, вот. Максимально, так сказать, выгодно, для вас и независимо. Вот, вот, соответственно, соответственно, вот так. То есть, что делать, опять же, да, что делать, чтобы что? Вопрос. Себе задаём вопрос. Что делать, чтобы что? То есть, чего я хочу? Что мне нужно? Что меня волнует на данный момент, грубо говоря, сильнее всего? Вот. Что меня, там, беспокоит, например, сильнее всего? Вот. Ну, исходя из этого, и нужно уже думать, как и что вам делать. Понимаете? Но, полагаться, полагаться вам нужно исключительно и только на себя, я считаю. Потому что, отец того, что другие люди для вас что-то сделают, ну, можно, конечно, но, а что делать, если они ничего не делают для вас? Ну, ну, в этом случае. Как, как быть вообще в этом случае? Тогда. Вот. Понимаете? Какая история. Вот. Поэтому, я здесь всё же рекомендовал бы вам, ну, вот, подумать на все эти темы, да, и уже, исходя из этого, решить, как поступать. Ну, да, то есть, ну, понятно же, понятно же, ведь, я надеюсь, да, то, что, в зависимости от цели и в зависимости, вот, субъективной вашей позиции, и рекомендации, и направления работы будет разным. Да, то есть, если это, например, ревность, это одно, если это страх, допустим, ну, допустим, допустим, если это страх остаться одинокое, одно или что-то ещё другое. Вот. Ну и, соответственно, там, так далее и так далее, да? Вот. То есть, всё вот это, всё вот это требует своего исследования. Понимаете? А как вы вопрос, эээ, поставили, вот, именно вы как вопрос поставили, ну, это, мне кажется, эээ, очень, эээ, коротко и повеско. И оставляют это больше, скорее, вопросов, эээ, зачем, чем, ну, прощают это больше вопросов ещё, чем ответов, потому что, ээээ, почему внезапно выяснилось? Да, почему любовница? Сразу. То есть, эээ, любовница, это, ну, сразу такое, знаете, эээ, как бы, не очень, такое, хорошее, да, не очень, эээ, лестное, от женщины другой. Но, при этом, при этом, да, эээ, вы, вы называете, эээ, мужчину, отцом вашего ребёнка только. То есть, это не ваш, эээ, мужчина и так далее. То есть, непонятно, в каких вы отношениях. А почему увольняться, там, с работы, соответственно, должны они, а не вы, например? Ведь вас же не устраивает, не устраивает эта ситуация. А почему вы не можете работать все вместе? Вот. Из-за чего вы не можете работать все вместе? Тоже вопрос, который требует, на мой взгляд, исследовать. То есть, если, ну, если, вот, взрослые люди, да, эээ, взрослые, взрослые, люди серьезные, ээээ, они не, эээ, позволяют таким вещам, как, эээ, ревность, там, и прочее, вставать на пути. И, их, ну, их, деятельности общей. А вы, я смотрю, вы прям настроены, довольно, так, довольно жёстко настроены. Вот. Это, конечно, тоже нуждается в корректировке. Вот. Вот так. Ну, мне почему-то, знаете, вот, эээ, мне почему-то кажется, что, вот, не случайно вы назвали мужчину, эээ, женщину, точнее, эээ, любовницей, да, вот, мне кажется, что, вот, детка, у вас, эээ, есть какие-то чувства, эээ, к отцу, эээ, ребёнка. Вот. Вот. Возможно, вы, надеялись, что он, там, повернётся. Вот. Возможно, вы, надеялись, что, он, как-то, всё-таки, эээ, ну, будет, ээээ, с вами, или, надеялись, что ребёнок его, ну, заинтересует. Вот. Я, опять же, могу ошибаться, но мне почему-то кажется, что так. Вот. Опять же, эээ, получается, что сейчас вы, как бы, расплачиваетесь за свои желания, получается, вы расплачиваетесь за свои надежды. Вот. И, если не будет, эээ, сделано никаких выводов, да, то есть, если не будет взята, эээ, личная ответственность за то, что происходит, то я боюсь, что, эээ, ситуация будет накаляться до тех пор, пока, эээ, вот-таки, кто-то не взорвётся, но, эээ, опять же, по опыту могу сказать, что, даже, если вам ступят, да, то это будет, эээ, обязательно, какая-то обида, это будет, обязательно, какой-то, ну, негатив, эээ, там, и так далее. Вот. И есть вопрос, эээ, что, ну, нужно ли вам это. Вот. То есть, у меня тоже такое ощущение, что, вот, ли, ну, личная ответственность, вы их, как бы, не несёте здесь. Вот. Можно рассмотреть, эээ, вариант, например, эээ, вообще такой, эээ, что, мужчину можно вернуть. А то, вот, у него любовница появилась, она ничего не знает, что, да, что, бум, ну, просто через неё, эээ, получает, эээ, то, что, не получал от вас, допустим. Эээ, ну, по той или иной причине. И если посмотреть, посмотреть у любовницы, у любовницы, как и как, и что она делает, эээ, вот. Вы можете мужчину, по сути, вернуть. Вот. Но ещё раз повторяю, да? То, что зависит, зависит всё именно от цели. В зависимости от того, какие у вас цели. А, в зависимости от этого и, соответственно, всё остальное происходит. Вот. Пока ваши цели не ясны, да, то можно гадать, можно гадать. Вот. Поэтому ваш вопрос, он, опять же, на, подсознательном уровне, о том, что я хочу оставить всё как есть, или я боюсь перемен, например. Вот. Понимаю, что вам это может быть неприятно, но, тем не менее. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделает его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Давай. be